От выездов на место происшествия до обысков следственных экспериментов и вынесения приговором в зале суда. Борьба за справедливостью Эрдема Жигжитова в крови. Отец тоже работает в правоохранительных органах Бурятии, и его профессия в детстве Эрдему казалась благородной загадкой. Поэтому в выборе юридического факультета не было сомнений. Но оказавшись в Забайкалье и став, наконец, следователем, молодой человек понял, что вузовское образование – это далеко не все. «Когда ты приходишь в эту систему, на практике ты делаешь все не по книжке, по какому-то шаблону, а именно каждое уголовное дело, каждая проверка – это отдельная книга, которая пишется следователем. И она будет писаться так, именно как это видит следователь, конечно, с точки зрения закона». Каждый случай уникален, универсальных рецептов нет. От этого в первое время было особенно сложно. В самых запутанных делах помогали советы коллег, наставления отца и, конечно, поддержка семьи, которая гордится выбором Эрдема. За несколько лет работы приходилось сталкиваться с самыми различными преступлениями и главное в профессии – всегда сохранять спокойствие, в том числе и на месте происшествия. «Понятно, что рядом вокруг есть люди, которые тебе помогают. Это оперативные сотрудники, то есть эксперты. Но иногда бывают такие ситуации, когда тебе приходится самому. В моей практике было так, что я приезжал на место происшествия, сам надевал боты, вытаскивал труп из реки. То есть даже такие моменты были. Доставал труп, который был закопан, то есть расчленен и закопан, собирал этот труп по кусочкам. То есть, ну, такие моменты были». «Нашли потом виновные?» «Конечно». Сейчас Эрдем служит во втором отделе по расследованию особо важных дел. Преступления, с которыми приходится работать здесь, наиболее тяжелые и резонансные. Следовательно, и уголовные дела объемные. Личный рекорд Эрдема пока – 40 томов по 250 страниц. Но это еще не предел. Среди нашумевших преступлений, которые расследовал Эрдем Жигжитов, недавнее групповое изнасилование, произошедшее в одной из горнодобывающих компаний Забайкалья. Следствие тогда осложнялось высоким статусом обвиняемых и их нежеланием признавать вину. «Основными доказательствами по тому преступлению были экспертизы, именно судебно-медицинские экспертизы потерпевшей, у которой обнаружены многочисленные телесные повреждения в виде синяков, ссадин, которым образовались согласно заключению в период совершения преступления. Также были обнаружены телесные повреждения у обвиняемых, которые характерны для изнасилования. Именно также ссадины, царапины. Когда борьба идет, человек обороняется. И самое главное доказательство – это генотипоскопические судебные экспертизы. То есть это ДНК-экспертизы. Для меня, как для мужчины, тяжело разговаривать с девушкой о таких моментах. Но мы обязаны выяснять все подробности, которые происходили. И достаточно такие неприятные подробности нам потерпевшие рассказывают по таким уголовным делам. И все же самыми сложными и интересными делами для Эрдема остаются коррупционные. Здесь не так просто доказать вину, но следком для тех, кто не имеет права сдаться. Я фанат своего дела, я считаю. То есть это вот эта романтика следовательская, она до сих пор у меня еще не прошла. Я не знаю, как объяснить это. Это вот в душе, когда ты добиваешься успехов, то есть когда ты видишь, что ты способствовал восстановлению чьих-то прав, когда ты помог людям. Ты понимаешь, что ты сделал этот вклад в это все. Ну, наверное, поэтому все-таки я люблю свою работу. Отыскать справедливость, несмотря на сложности, целеустремленность отражается и в результатах. По итогам 2023 года Эрдем Жигжитов был признан лучшим следователем своего отдела.